привет друзья сегодня мы с вами приготовим вкусный муссовый торт с насыщенным ягодным вкусом муссовые торты мне очень нравится делается они быстро а результат получается практически всегда покажу как покрывала зеркальной глазурью быстрым способом друзья обязательно подписывайтесь на мой канал и сначала мы с вами сделаем мусс также вам надо будет заранее приготовить бисквит ссылочка на него будет это темный вкусный брауни и все ингредиенты их количество будут в описании под видео приготовим ежевичный мусс сначала возьмем желатин зальем водой и необходимо чтобы у нас при набух примерно около 15 минут все перемешиваем далее берем сотейник выкладываем ежевичное пюре ссылочку оставлю как я его делаю добавляем сливки совсем чуть-чуть и несколько капель лимонного сока ставим эту связь смесь на огонь перемешиваем и доводим до кипения и так далее нам понадобится еще с вами шоколад шоколад белый наливаем сливки и ставим микроволновку в топим импульсами примерно по 30 секунд так все хорошенько перемешиваем далее добавляем ежевичную горячую смесь к шоколаду пока смесь горячая добавляем набухший желатин добавили и все хорошенько его размешали чтобы желатин у нас хорошо разошелся далее били берем блендер и все пробиваем чтобы не было ни одного комочка все пробиваем и даем этой смеси остыть до комнатной температуры далее берем сливки у меня 33 процентные холодные и начинаем взбивать взбиваем их до мягких пиков вот примерно до такой пышности мы взбиваем наши сливки сбили сливки тем временем у нас с вами остыла ежевичная смесь она должна полностью остыть иначе сливки у вас разойдутся выливаем к сливкам далее берем миксер и все хорошенько перемешиваем нашу смесь перемешали мусс у нас полностью готов далее берем силиконовую форму и и покупала в кондитерском магазине размер 16 на 16 то есть весь объем мусса бисквит туда полностью входит и так берем с вами наш подготовленный мусс берем с вами мусс и и выливаем все это муссовую форму силиконовую далее берем подготовленный бисквит у меня вырезала по размерам и утапливаем все в муссе хорошенько утопили и вот которые остались у вас там немножко мусса вот так вот хорошенько промазываем все убираем все это в морозильную камеру на всю ночь на следующий день я решила попробовать быструю зеркальную глазурь который не надо ждать 5 часов по зеркальной глазури ингредиентов будет все в описании у нас и так делаем зеркальную глазурь берем желатин желатин заливаем холодной водой далее в соседних выкладываем сахар воду сливки и 75 миллилитров глюкозного сиропа ставим все это на огонь доводим до кипения также понадобится белый шоколад у меня крупные капли поэтому мы их немножко порежем чтобы они хорошенько у нас разошлись перекладываем в высокий стакан наши крупные капли далее горячую глюкозную смесь выливаем к шоколаду берем желатин пока смесь горячая хорошенько перемешиваем добавляем разбухший желатин к этой смеси перемешиваем все далее берем блендер и все аккуратно пробиваем чтобы было как меньше у нас пузырей если пузыри образовались то берем с вами сито и далее выливаем все это на сито лишние пузыри они останутся у вас наверху также для нашей зеркальной глазури мне понадобится краситель основная часть у меня будет сиреневого цвета совсем чуть-чуть белого цвет далее совсем чуть-чуть наливаем отливаем зеркальной глазури для белого цвета основной у меня будет сиреневый цвет несколько капель сиреневого красителя перемешиваем если вас не устраивает цвет то есть то можно добавить еще несколько капель до такого состояния пока вас будет полностью устраивать цвет вашей зеркальной глазури вот меня вот сейчас полностью он устраивает перемешиваем все это далее нам нужно еще сделать сам белый цвет также несколько капель шоколад белый он отдает желтизной поэтому делаем до такой станет пока будет вот прям белый красивый цвет перемешиваем вот такой все хорошо далее зеркальную глазурь доводим до рабочей температуры до 35 градусов достаем муссовый торт из морозильной камеры пока мы делали сам зеркальную глазурь он находился в морозильной камере а размораживать он в холодильнике минимум 5 часов вынимаем из формы аккуратно вынули из муссовой формы далее я сделала вот такую конструкцию перекладываем на штор туда берем рабочую зеркальную глазурь и наносим сначала первый слой распределяйте аккуратно чтобы все у вас покрылись все бака зеркальной глазури она будет у вас стекать далее после первого слоя как нанесли все наносим второй слой далее наносим белую зеркальную глазурь по прямой на один бок быстрыми движениями и так нанесли далее глазури необходимо стечь поэтому все лишние капли которые будут стекать необходимо палеткой аккуратно убирать убираем палеткой и далее перекладываем этот торт на подложку аккуратно чтобы он у вас не упал и размораживается он в холодильнике около пяти часов вот такой красивый торт у нас с вами получился разреза не будет так и а ты торт готовил на день рождения но хочу сказать что получился он очень вкусный муссовые легкие воздушность я с нотками ежевики и я думаю что я все подробно видео объяснила но если вы что-то не поняли обязательно пишите мне в комментариях я вам отвечу всем спасибо что посмотрели мое видео обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новинок и всем до скорых встреч